Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжается Утро на Болткоме. Олег Пек и Александр Шунин. И к нам присоединяется практикующий астропсихолог Наталья Бушурова. Здравствуйте, доброе утро, Наталья. Доброе утро. Здравствуйте. Впереди целый сентябрь. Вот завтра мы в него вступаем. Там будет 10-го числа полнолуние, 26-го новолуние. Что ждет нас этот, чем порадует, огорчит, озадачит этот месяц, вдохновит, может быть, на какие-то трудовые или любовные подвиги? Олег, вы уже знаете так много о предстоящем месяце, что скоро я буду просто молчать в эфире или вообще перестану появляться. Нет, 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 это недопустимо. Мы просто поменяем вас местами. Хорошо, давайте попробуем. Но пока я тут на своем месте астрологическом расскажу, что нам предстоит помимо новолуния и полнолуния. Нас ждет замечательное событие, которое все всегда ждут и нежно любят, это ретроградный Меркурий. А, вот я не угадал. Хотел предположить 1 сентября. А, ну это само собой. И, кстати говоря, у нас 1 сентября прекрасный совершенно аспект планетарный, планетарная встреча, такой, на который я смотрю или оцениваю его с большим оптимизмом, поскольку для наших детей, для всех причастных, в том числе и для родителей, я думаю, что это будет хорошим запуском учебного процесса. Это прекрасный Марс близнецовский, а знак близнецов у нас про учебу, про школу, про начальное и среднее образование. И Юпитер, Юпитер, который находится сейчас в знаке Овна. Юпитер — это учитель, преподаватель, наставник, высшее образование. Эти две планеты совершенно в прекрасном диалоге друг с другом. То есть появится возможность начать быстро понимать, схватывать на лету, хорошо информацию подавать, воспринимать. В общем-то, ну не только для этого этот аспект благоприятен, он также благоприятен для всех остальных, кто не имеет причастности к процессу образовательному, для того, чтобы хорошо стартануть. Поэтому начало месяца, первое число — это шикарный момент для старта, где бы то ни было. Отлично. Всё-таки полнолуние вот 10-го числа, что оно нам несёт? И когда начнётся ретроградный Меркурий? По-моему, 9-го? Когда уже это всё закончится? Это всё не закончится никогда. Значит, давайте сначала про ретроградный Меркурий, потому что он первее, как мы говорили в детстве, чем полнолуние. Ретроградный Меркурий, его попятное движение начнётся с 10-го сентября, но 9-го он примет стационарное положение, то есть он фактически замрёт. Соответственно, под его влиянием все меркурианские процессы тоже могут застыть. Меркурианские процессы, прежде всего, для нас, для всех — это процессы мыслительные. Это наша манера общения, взаимодействия друг с другом. Поэтому будем друг к другу снисходительными, ибо будем подтормаживать. Кто-то в большей степени, кто-то в меньше. Отмечаем, 9-е сентября — Международный день тупочки. Да. Таки да. И с 10-го сентября Меркурий пойдёт по пятна и вернётся к прямому движению 3-го октября. То есть это целый практически месяц, весь сентябрь нам нужно сидеть. Что нужно делать? То есть быть, вести себя потише? Погрумче или естественно? Почему не получится потише? Отсидеться. Отлежаться. По другим причинам мы их тоже коснёмся. Давайте сначала про Меркурию. Что можно делать, чего делать нельзя? Потому что так как-то всегда им пугают, хотя его бояться абсолютно не стоит. Меркурий ретроградный помогает нам углубиться в какой-то вопрос, в какую-то идею, в какую-то ситуацию, в изучении ситуации. Всегда полезно помнить и знать, куда нас возвращает ретроградная планета. В данном случае ретроградный Меркурий возвращает нас в точку вокруг 20 августа. Давайте брать 2-3 дня до и 2-3 дня после. Ну, допустим, с 17 до 23 августа. Вот в этот период мы что-то могли услышать, прочитать, увидеть, обсудить, кого-то встретить, с кем-то познакомиться, какую-то идею родить, мимо которой мы могли проскочить. Мне достаточно внимания уделив этому. Теперь ретроградность Меркурия поможет нам вернуться и детально изучить этот вопрос и эту тему. Поэтому здесь мы ему скажем спасибо. Во всем остальном надо делать скидку на действительно вот это попятное движение. В чем во всем остальном? Во всем остальном меркурианском. Все, что относится к поездкам, транспорту, коммерческим сделкам, к, опять же, тому же образованию, взаимодействию с информацией. То есть все это будет иметь более медленный характер, более медленный темп. Ну и, конечно, могут быть сбои во всем этим направлениям. Это неблагоприятный период для начала чего бы то ни было. Поэтому, несмотря на то, что у нас полнолуние 10 числа, а 9 уже замедляется Меркурий, в этой связи хорошо бы до 8 числа включительно давать запуск тому, что мы хотим развивать. Не затягивать это до самого полнолуния и до самой ретроградности Меркурия, потому что ретроградность не способствует развитию, как вы понимаете. А то, что ретроградный Меркурий совпадает с полнолунием, это имеет какое-то значение или здесь это разные вещи? Думаю, да. Думаю, да, поскольку, смотрите, полнолуние – это всегда проявленность, это всегда яркая освещенность, это всегда обостряет, оголяет любые ситуации и вопросы. В данном случае полнолуние у нас произойдёт на оси Девы, знака Девы и знака Рыб. Конечно, это тоже про желание выяснить всё и выявить в самых-самых скрытых каких-то местах, уголках. Ретроградность Меркурия в день полнолуния даёт нам возможность как раз ввинтиться как можно глубже в изучение любого вопроса и оттуда выудить эту информацию. Плюс к точке полнолуния уран, находящийся в знаке Тельца, делает очень яркий, заметный аспект, или вступает с этими планетами Солнцем и Луной в переговоры, которые, соответственно, эти переговоры нам говорят о том, что разоблачение, выявление, прояснение могут быть очень неожиданные и резкие, но позитивного характера. Вишь как? То есть человек, в котором ты сомневался и которому относился плохо, окажется совсем наоборот замечательным и лучшим твоим другом, например, станет. Вообще, кстати, про отношения. Что вы скажете про сентябрь и отношения между людьми и деловые, и романтические? Про сентябрь и отношения я могу говорить долго. У нас хватает пока эфирного времени, мы вас остановим. Хорошо. Венера, поскольку она у нас является сигнификатором взаимоотношений, до 5 сентября будет находиться в знаке Льва. Значит, наше отношение к отношениям или наша потребность в каких чувствах, какой любви будет? Ну, давайте сначала про любовь. Пока Венера до 5 во Льве, мы все еще будем хотеть яркого ухаживания, ярких романов, наряжаться, будем хотеть праздника. Мы такие жизнелюбы. Нам нужно, чтобы нами восхищались, да и мы, в общем-то, тоже готовы восхищаться и одаривать объект своей любви. 5 сентября Венера перейдет в знак Делы. А вот здесь начнутся вопросы, что между нами, о серьезными ли ты намерениями, а чем ты занимаешься, а где ты работаешь, со сколько ты зарабатываешь, и вообще есть ли польза и полезность от этих отношений, каких бы то ни было, от любых, от бизнес-партнерства, от романтических отношений. Мы будем вот такими, ну, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, слегка вредными и противными, потому что мы захотим видеть пользу, смысл, безопасность в любых взаимоотношениях. Будем искать более того, не просто хотеть, но еще и искать. И если что-то из тех отношений, которые на тот момент у нас уже сложатся, нас не будут устраивать по этим параметрам, мы, наверное, начнем от этого отказываться. Но во всяком случае, на какое-то время, поскольку 29 сентября Венера перейдет в знак весов, и здесь она опять будет за любовь, здесь она будет за гармонию, здесь она будет за равновесие, здесь она будет нам помогать примириться, ну, установить такие равные, устанавливать равные, взаимовыгодные отношения. А пока в 9, да, будем такими противненькими слегка. Ну, и, в общем-то, это неплохо. Почему бы и нет? В бизнесе, в бизнес-отношениях как себя вести? Агрессивно, пассивно? Заключать ли какие-то рискованные сделки? Нет, насчет рискованных сделок, ну, точно нет. Меркурий ретроградный, здесь надо, ну, 7 раз отмерить, это точно. Вообще, в принципе, надо, пока Меркурий ретроградный, отмерять надо раз по 7, не меньше. Бизнес-отношениях, поскольку Венера в знаке Девы, все считаем скрупулезно, каждую мелочь, каждый нюанс, каждую деталь, все прописываем, подготавливаем какие-то, пока Меркурий ретроградный, опять же, лучше заняться подготовкой каких-то документов. Если у нас нужно подписывать какие-то контракты, крупные, крупные договора, договоры, договоры, вот, то, конечно, лучше пока заниматься подготовкой, но такой очень-очень скрупулезный. И в любом партнерстве, в том числе бизнес-партнерстве, мы должны искать выгоды, безопасности, устойчивости, надежности и стабильности. Знак делы, он не хватает каких-то, он не стремится к каким-то сумасшедшим доходам, к каким-то сумасшедшим взлетам. Очень все спокойно, размеренно. Та самая синица, а не журавль. Вот я уже об этом говорила в связи со знаком Девы, именно этой фразой. Но, тем не менее, сейчас и Венера тоже приходит в знак Девы. Поэтому нам надо очень спокойно, аккуратно действовать и в финансовом плане, и в плане ведения бизнеса. Что происходит, скажем, в отношениях вообще с людьми в семейном кругу? То есть насколько люди будут отзывчивыми или взрывоопасными? То есть насколько, скажем, отношения детей и родителей? Дети и родители, да, здесь снова, наверное, накаляются. Здесь снова нас подталкивают к изменениям манеры родительства в том числе. Почему? Потому что в этом месяце возвращается или нас приближают к точному значению все того же напряженного планетарного аспекта, о котором мы с вами говорим уже полтора года. Это аспект между водолейским Сатурном и Ураном, находящимся в знаке Тельца. И этот аспект начал свое действие в начале 2021 года. И вот полтора года он то приближается к точному значению, то удаляется от него. Вот теперь осень, особенно октябрь-ноябрь, особенно период коридора затмений, а коридор затмений интенсивно у нас с 25 октября по, вот сейчас уже забыла, по 8 ноября. Да, 8 ноября. Но это особенно интенсивно. Конечно, влиять будет за месяц до и месяц после. Плюс вот ужесточается, усугубляется вот эта квадратура. Где Сатурн это? Если мы говорим о родителях, отношения родителей-дети, Сатурн это тот, кто старше. Сатурн, если мы не про родителей, это структуры, это власть, это план, это руководство, это сложившиеся порядки, сложившиеся системы управления, какие бы то ни было и где бы то ни было. И на уровне государств, и на уровне каких-то компаний, больших и маленьких, и на уровне семей. Вот все эти старые системы, старый уклад, старую манеру управления надо менять. Нам об этом кричат в течение полутора лет последних. Все на выборе 1 октября. Да, да, друзья мои, это просто необходимо сделать. Кто нам об этом кричит, да? Друзья, надо все это менять, и старых надо менять на новых. Или пусть старые меняются добровольно. Нам об этом орет, простите, уран, находящийся в знаке Тельца. Он еще раньше нам об этом орет, с 2018 года. Помните, я уже устраивала небольшой экскурс в историю, когда уран находился в знаке Тельца на своем предыдущем цикле, в период с 1934 по 1942 год. Соответственно, можно потом проанализировать, какие тогда были у нас исторические события и так далее. Так вот, уран орет, меняем все, меняем под корень, трансформируем, реформируем, обновляем. То есть требования очень активны, особенно всю эту осень. Сентябрь, октябрь, ноябрь. В сентябре очередной старт. Это последнее будет такое включение этой квадратуры. К концу ноября она распадается и оставляет нас в покое. Но всю осень, сентябрь, октябрь и ноябрь, мы будем жить под влиянием, под настойчивым требованием реформ. Причем, если мы не соглашаемся на эти реформы добровольно, они все равно будут происходить принудительно. То есть, хотим мы их или нет, они все равно случатся. Поэтому хорошо бы нам добровольно указать, условно указать, конечно, этим реформам путь направления и сферу, где мы согласны что-то менять. Тогда у нас получится легче. То есть, всю осень нас будет штормить, только держись. Да, штормить будет. И мы, наверное, уже к этому более-менее привыкли, я думаю. Но, видите, осенью еще коридор затмений, поэтому, я думаю, штормить будет интенсивно. То есть, мы станем свидетелями ожесточенной борьбы между старыми и новыми. Старые будут держаться за свои места, порядки, привычки, уклад. Конечно, им не хочется этого терять. А новые будут все менять. Как там, весь мир, насилие мы разрушим до основания. Затем... Вот-вот, в ваших словах звучит классическая революционная ситуация. Низы не могут по-старому, верхи не могут по-новому. Если... Да, вот просто у шутников заканчивается весь мир насилием и разрушим до основания. А зачем? А затем, что вопиет у нас Сатурн? Нет, знаете, зачем? Тут в астрологии же всё можно проследить наперёд. Действительно, зачем нам сейчас здесь всё рушить? Ради чего? Было же так, в общем-то, нормально. Может быть, и неудобно, но как-то уже привычно. Зачем нам всё это рушить? А рушить нам это всё за тем, что планета Уран, вот это всё обновление, бунта, реформ, революции, нового, высшей информации, через 2-3 года, я сейчас боюсь ошибиться, я уже там тоже запуталась в датах, по-моему, в 25-м году переходит в знак близнецов. А близнецы — это как раз территория информации, знаний. И это будет совершенно новая история. Это будет история про объединение людей совершенно по-другому признаку. Это будет формирование новой интеллектуальной элиты. Это будет большой прорыв в науке. Это будет периодом большого прорыва в науке. То есть это период длиной в 7-8 лет. Большого прорыва в науке, в знаниях, в информации. Вот для этого, то есть, а зачем, на вопрос, а зачем мы разрушим вот этот старый мир? Затем, чтобы пустить вот это новое, абсолютно новое и другое. Готовим почву, готовим основу для нового, лучшего, более красивого. Для творческих людей. Что принесёт сентябрь? Ну, ждать ли действительно вот каких-то новых идей, свершений, открытий? Работать ли над этим? То есть вот кропотливо работать или пытаться что-то, ну, ждать озарений? Может быть, какие-то даты, числа есть особо удачные для, ну, вот, людей инициативных? Для творческих людей, конечно, будет сильно влияние, особенно с середины месяца, приблизительно числа с 15-го, сомнений, особенно для творческих людей. Творческие люди вообще подвержены сомнениям, себе, прежде всего, больше всех остальных. Мы вообще будем очень сомневаться вторую половину месяца под влиянием противостояния знака Девы и знака Рыб. Там подключается Нептун, который, конечно же, вот этот флёр сомнений будет за собой тянуть на вот эту вторую половину сентября. Ну, творческие, да, особенно. То есть, а действительно ли мой проект жизнеспособен? А действительно ли это кому-то надо? А может быть, не надо? А может быть, порвать, выкинуть и сжечь вот это вот всё? Совет? Совет, наверное, не зацикливаться на вот этих вот сомнениях, а идти, опять же, всё по тому же Урану. Смотрите, вот в этом напряжении Сатурн-Уран, который у нас, как я и говорила, будет очень эффективно на нас влиять всю осень, Уран, это важно, Уран находится в соединении с Северным лунным узлом. Северный лунный узел показывает нам наш путь эволюционного развития. Соответственно, всё, все уранические темы, прорыв, реформы, обновления, идеи какие-то, пусть даже самые сумасшедшие идеи, всё это поощряется, всё это нужно делать. И в том числе на ваш вопрос, отвечая про творческих, не бойтесь своих сумасшедших идей, которые... Уран — это идея, опережающая время. Не бойтесь давать ход идеям, не бойтесь фантазировать и мечтать категориями, которые, может быть, абсолютно неприменимы здесь и сейчас. Они обязательно будут востребованы, пусть не через месяц, но через 2-3 года вы увидите, как всё это, ну, получит шанс на жизнь, развитие и будет приниматься на ура. Не бойтесь жить, можно так резюмировать, да? Да, это правда. Огромное спасибо. Спасибо. Спасибо, Наталья Бушурова, астропсихолог, была с нами на прямой связи. Мы говорили не только о сентябре, но и о грядущей осени, которая... Да, вообще на 2-3 года вперёд. Да, заглянули в грядущее, Наталья, это не впервой. Встретимся через месяц. Всего доброго, спасибо. Огромное спасибо. Хорошего дня, хорошего сентября. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова